Депутат Первый тайм для обоих команд оказался нулевым. Второй тайм тоже прошел с таким же успехом, как и в третьем, будто ли тайкозаны. Позже судья им дал дополнительное время 10 минут. Через 5 минут общими усилиями депутатов Курманкула Зурушева и Нурбека Тотонова туша козла оказалась в тайкозане. Теперь парламентская команда в финале будет играть со сборной правительства, ранее обыгравшей представителей госагентства спорта. Спасли мальчика, чья нога застряла в одном из бешкекских мостов. Ноги 13-летнего школьника застряли у подножия моста и поранила арматурой. В Бешкеке по улице Аллы Тухомбаева 12 микрорайона спасен мальчик, чья нога застряла у подножия моста. Об этом сообщили сотрудники МЧС. Случай произошел 23 февраля, где мальчик сильно поранился арматурой и не мог вылезти из моста. На место приехали спасатели и вытащили оттуда мальчика. Нынешнее состояние 13-летнего ученика хорошее, никаких серьезных повреждений нет. Выпускники турецких лицеев САПАТ вспоминают, в каких ужасных условиях они жили. Бывшие ученики школы СИБАТ, ныне САПАТ, поделились воспоминаниями о школе в социальной сети Twitter. Под хэштегом «Митю САБАТ» пользователи Twitter бывшие ученики рассказали о жизни в этих турецких школах. Некоторые истории трудно поверить. Такое массовое открытое заявление в социальных сетях началось после того, как депутат Джугур Кукинеша Ирина Карамушкина заявила, что директор один из лицеев домогается до учеников. В годы учебы одних выгоняли на улицу посреди ночи, других заставляли чистить туалеты. Бывали даже дни, когда ученики оставались голодными. Учителя не давали им пользоваться электрическими чайниками, чтобы те не питались едой быстрого приготовления. Редактор субтитров А.Семкин